Путин назвал обоснованным уголовное преследование участников летних московских протестов, я даже прочитаю, что он сказал, бросил какой-то там пластиковый стаканчик представителя органов власти, бросил ничего, потом пластиковую бутылку, опять ничего, потом уже бросил стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины, мы не должны допустить вот этого и прочее, 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 вы можете себе представить, и вот это ничтожество, вот этот вот товарищ, да, юрист советский, вы знаете, мне стыдно, мне стыдно за советских юристов, я тоже советский юрист, что Путин называется советским юристом, какой нахер юрист, это как раз тот самый правовой нигилизм, о котором все время талдычат всякие там Москальковы, Медведевы, да и он же сам Путин, это как раз тот самый правовой нигилизм, то есть даже на секунду он не заостряет свое внимание на законе, да, даже на секунду он не хочет привлекать людей к ответственности за совершенные преступления, а не за мысли преступления, за что он хочет наказывать людей, казнить как заложников, фашисты казнили, да, то есть, ну, предполагается, нет пока события преступления, или в действиях человека нет состава преступления, кинул он этой пластиковой пустой бутылкой, ну, какой состав преступления, никакого, а какая общественная опасность, никакой общественной опасность, но он предполагает, что потом они начнут стрелять, и вот из-за этой своей трусости, из-за этой своей трусости, он этих людей хочет сгноить в тюрьме, да, то есть, какое было действие неуважения к тирании, да, значит, возможно, в будущем будет восстание, как в анекдоте про лень, да, мог бы и бритвой полоснуть, то есть, это как раз, это же самое относится к так называемому объективному вменению, да, да, то есть, ну, целесообразно наказывать каких-то людей для остраски всех остальных, ну, вот он и наказывает, но к праву это не имеет никакого отношения, никакого к материальному праву не имеет отношения, где, за что, где в уголовном кодексе статья, чтобы наказывать восстраску, да, чтобы расстреливать, фактически, это расстрел заложников, то есть, это и есть правовой нигилизм, то есть, когда пытаются за мысли преступления, а не за уголовно наказуемое деяние привлекать, кто-то там у них постоянно, этот собирался взорвать, а где взрывчатка-то, а нет взрывчатки, ну, собирался изготовить, блядь, а еще он что, а на Марс он не собирался улететь, я не знаю, понимаете, вот невежество Путина, оно фактически убивает сейчас, ну, вот, если бы это был человек разумный, культурный человек, да, если бы у него хватало образования, там, ума, культуры, я не знаю, квалификации как юриста, да, он бы никогда такого не сделал, не смог бы, просто вот, будучи даже малификом, подонком, не смог бы, потому что не смог бы перешагнуть через себя, обязательно бы искал какой-то путь обходной, который формально правильный с юридической точки зрения, а этот даже не ищет такого пути, этот путь ему не нужен совершенно, даже вот не, и даже не знаю, как комментировать, как реагировать. Мальчик, сегодня Путин озвучил сроки, которые дают в Европе за мирные санкционированные митинги в Швеции 10 лет вроде, ну, Путин что угодно может рассказывать, видите, там, Баба рассказывает о том, что больше всего Россия платит социалку, да, Путин рассказывает, что за мирные акции сажают и прочую хрень. Ну что, вруны, подонки, что можно сказать? Мне бы хотелось их послушать в трибунале, они тогда когда-нибудь там сидят такие, довольные жизнью. Вруны, подонки, 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 подонки. Субтитры сделал DimaTorzok